Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по третьей книге Царств. И сегодня мы будем читать первую главу этой книги. С первого стиха по четвертый рассказывается о старости Давида. Мы уже читали в окончании второй книги Царств, как он давал завещание. Но старение и умирание иногда растягиваются на неопределенное время. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Абисагу-сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее». Что значит, царь не познал ее? Царь Давид был уже в таком возрасте, когда никакие утехи, плотские уже его не привлекали, его тело охладевало. Есть толкование, что вид ангела смерти над Иерусалимом посеял ужас в его сердце, и с этого момента он начал ощущать, как охлад смерти приближается. Но есть и очень интересное объяснение блаженного Иеронима, который пишет, это его послание. Он пишет следующее. «Некогда был Давид мужем воинственным, но в 70 лет возраст столь остудил его, что ничто не могло его согреть. И вот во всех пределах израильских отыскивается девица, Абисага-сунамитянка, дабы возлежала с царем и согревала старческое тело его. Не кажется ли тебе, если станешь следовать букве, которая убивает, что это напоминает сцены шутовской комедии или атиландской пьесы мерзнущего старца покрывают одеждами, но согревают его только объятия молодой девицы? Еще жива была Версавия, была Вегея, другие жены и наложницы, имена которых упоминает Писание. Но все они отвергаются, как неспособные согреть, и только в объятиях девицы старец обретает тепло. Авраам был куда старше Давида, но покуда жива была Сара, не искал другой жены. Исааку было вдвое больше лет, но ему никогда не было холодно с Ревеккой, как бы стара она ни была. Я уж молчу о мужах до потопа, которые, хотя за 900 лет члены их просто состарились, но износились от возраста, все же не искали убежище в девических объятиях. Так же и Моисей, вождь народа израильского, достиг 120 лет, но сепфору не променял. Кто же эта сунамитянка? Жена и девица, которая столь пылка, что согревает замерзающего, и столь праведна, что не побуждает страсть в том, кого согревает. Пусть мудрейший из людей Соломон, скажет нам об отраде отца своего, пусть миротворец поведует об объятиях мужа в сражении. И дальше идет цитата из книги «Притч», которую написал сын Давида Соломон, 4 глава, 5-9 стих. «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее мудрость, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. «Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Далее ирония развивает эту мысль. «Почти все достоинства тела с возрастом меняются, одна только мудрость возрастает, все остальное слабеет, и даже само имя Ависага в мистическом значении указывает на большую мудрость старцев. Оно истолковывается как «отец мой преизбыточествует» или как «рев моего отца». Слово «преизбыточествует» не совсем ясно, но в данном месте указывает на добродетель, означая, что старцам свойственна большая мудрость, так что она обнаруживается в избытке. Вот такое интересное истолкование нам предлагает блаженный ироним, настаивая на том, что Ависага сунамитянка это символ старческой мудрости, когда действительно человек уже приходит в преклонные лета, и тело его уже не подчиняется ему, и холод он все время испытывает. Но если мудрость посеяна в его сердце, она согревает его, она радует его. Я видел старца, который, как мальчишка, открыл книгу, которую давно искал, ему подарили эту книгу, по-моему, Дмитрия Ростовского, и как он вчитывался с таким блеском отрока в глазах, действительно, человек как тело ослабевает, но как разум напротив, в нем оттачиваются и оттачиваются аргументы. Истина становится тем, что согревает и радует его даже на самом склоне лет. И если тело умирает, то истинные знания, которые обрел человек, они переходят с ним в жизнь вечную, они помогают ему адаптироваться в иную жизнь. Поэтому не будем спешить осуждать Давида, тем более, даже если давать прямое истолкование этому тексту, сказано, что царь не познал ее. В этом случае она выполняла роль скорее грелки, которая так заботилась о своем царе. И далее говорится о притязаниях Адония, претендующего на царство. Адония это имя означает господствующий, господин, производное от Адонай. Адонай – это господь, Адоним – это господин. Похоже, что у этого Адонии были какие-то особые стремления к господству, так что само его имя, данное ему в пророческом озарении, оно отражало потребность в какой-то особой карьере. Надо сказать, что тогда люди еще не знали, как царю наследуют его дети. Потому что царь Саул был избран Богом, царь Давид тоже был избран Богом, а системы престола наследования еще как бы не существовало. Она не была как бы уже сформированной, и поэтому Адония мог подражать окрестным народам, где там старший сын, или самый такой воинствующий, или самый озабоченный делами собственной карьеры прорывается к власти. Адония, сын Агифы, Агифа – это одна из жен Давида, возгордившись, говорил, я буду царем, и завел себе колесницы, всадников, и пятьдесят человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив, и родился ему после Авесолома. Мы помним печальную судьбу Авесолома, сына царя Давида, который был прекрасный человек внешне, но внутренне, это был гедонист, который устроил мятеж против собственного отца. Поэтому вот это уточнение очень красив, и родился ему, то есть Давиду после Авесолома, это такой ремес, намек, что он сходен был и внутренними побуждениями. И советовался он с Иаавом, сыном Саруином, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии, но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы, сильные Давидовы это те богатыри, имена которых мы с вами слышали в окончании второй книги царств, не были на стороне Адонии. Адонии выглядел таким заносчивым, его имя можно перевести как господинчик, который вот хочет стать Мелохом, царем, и заколол Адония овец и валов и тельцов у камня Зухалет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеяниями, служившими у царя. пророка же Нафана и Ванею и тех сильных и Соломона брата своего не пригласил. Ну, понятно, почему он не пригласил богатырей, он чувствовал, что они смотрят на него как на мальчишку. Понятно, почему не пригласил Соломона, потому что Соломон был явным претендентом на царство. Но еще более понятно, почему он не пригласил пророка Нафана. Потому что пророк мог рассмотреть его сердце. А некоторые люди боятся, что кто-то узнает, что у них в сердце. И в этом смысле пророк это опасность. Как Христос, он был опасностью для книжников-фарисеев, для их репутаций. Они были представителями религиозного эстаблишмента. И Христос говорил им, вы не идете ко мне, потому что я свет, а вы во тьме. И во свете обнаружатся ваши злые дела. То есть вся ваша респектабельность, она разрушится. Христианам не надо казаться кем-то, или чем-то. Христиане, мы знаем, что все мы грешники, как в Писании сказано, все согрешили, все лишены правды Божьей, нет праведного ни одного. И если в нашей среде кто-то начинает нападать на кого-то по поводу его грехов, то это крайняя форма ханжества, потому что Новый Завет учит нас состраданием относиться к отступившемуся брату, его грехи покрывать любовью, воспринимать как свои. Помните, сказано в Нагорной проповеди блаженные плачущие. Посмотрите истолкование святых отцов. Отцы говорят, они плачут не только о своих грехах, но и о грехах других людей. А тогда был мир наподобие нашего мира, конкуренция, страх, что распознают твои намерения, твой характер. Поэтому пророка же Нафана не пригласили. Тогда Нафан сказал Версавий. Версавий это мать Соломона. Кстати, Давид, он знал, что после него царем должен быть Соломон. Потому что Бог Давиду отказал в построении храма, сказав, что ты много воевал, много пролил крови, вот мирный твой сын, мирный человек, вот он построит храм. А само имя Соломона означает мирный. От слова шалом, Соломон по-еврейски шломо. Поэтому для Давида это, конечно, был не секрет, кто станет после него наследником. Тогда Нафан сказал Версавий матери Соломона, говоря, слышал ли ты, что Адания сын Агифин сделался царем, а господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря, сын твой, Соломон будет царем после меня и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Дания? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду я вслед за тобою и дополню слова твои. Здесь тоже какая-то такая интрига, но в любом случае они понимают, что уже есть решение Бога и надо отстаивать это решение Бога, что наследником Давиду должен стать Соломон, мирный муж, который построит храм имени Бога. Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар. Что значит очень стар? Мы и так знаем сколько ему лет. Этим писанием хочет нам показать это Ремис намек, что он был в немощи. Иногда человек в 70 лет может быть бодрячком и 80 лет может быть бодрячком. А вот здесь действительно он был в немощи. И Ависага Сунамитянка прислуживала царю. А если взять аллегорическое истолкование иронима блаженного, он в немощи изучал Тору и согревался словесами господними, если применить аллегорическое истолкование. Кстати, одно истолкование не исключает другое. Напротив, одно дополняет другое. Ависага Сунамитянка прислуживала царю и наклонилась Версавия и поклонилась царю и сказал царь, что тебе? На самом деле, когда человек изучает закон Божий, никто не имеет права его отвлекать. И ничто не должно его отвлекать. Например, если два человека идут по улице и они обсуждают какой-нибудь раздел Торы и вдруг один из них увидел красивое дерево и сказал ой, смотри, какое красивое дерево. Он согрешил. Потому что что может быть красивее слов господних? Поэтому на самом деле в этом есть некая такая дерзость но, как говорится, ради нужды бывает применение закона. Итак, царь говорит, что тебе? Она сказала ему, господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом, Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адания воцарился то есть этот господинчик и ты господин здесь игра слов господинчик воцарился и ты господин Аданим мой царь не знаешь о том и заколол множество валов тельцов и овец и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара и военачальника Иоава Соломона же раба твоего не пригласил но ты господин мой царь и глаза всех израилетян устремлены на тебя чтобы ты объявил им кто сядет на престоле господина моего царя после него иначе когда господин мой царь почиет с отцами своими пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона на самом деле к Версавии могли относиться с презрением к Версавии к матери Соломона потому что это та самая Бат-Шева Версавия которая была замужем за Урия Хитиянина и Давид переспал с ней потом погубил ее мужа и и в глазах конечно израилетян это была такая не очень красивая не очень хорошая история и здесь как говорится в смысле династических претензий они должны были стоять может быть в последнем ряду но были пророчества Божие которые все поменяли о чем это это образно может указывать на языческую церковь языческие народы были самые грязные самые отверженные от благодати поклонялись солнцу луне звездам а потом когда обретают жениха Христа и становятся церковью невестой они наследуют еврейскому народу поэтому любой тут образ он раскрывается в многоплановости истолкований как прямых так и аллегорических когда она еще говорила с царем пришел пророк Нафан и сказали царю говоря вот Нафан пророк и вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли вот здесь мы видим как все даже представители духовной власти почитают царя поклоном до земли и сказал Нафан господин мой царь сказал ли ты Адония будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем потому что он ныне сошел и заколол множество валов тельцов и овец и пригласил всех сыновей царских и вы начальников и священника авиафара и вот они едят и пьют у него и говорят доживет царь Адония а действительно они так говорили здесь может быть было преувеличение а меня раба твоего и священника Садока Иване сына и Адаева и Соломона раба твоего не пригласил не стало ли это по воле господина моего царя и для чего ты не открыл рабу твоему кто сядет на престоле господина моего царя после него казалось бы Давид уже одной ногой в другом мире а тут такая шекспировская какая-то ситуация значит какая-то интрига со стороны Адонии со стороны Версавии и мы читаем далее казалось бы царь Давид должен вообще махнуть рукой оставьте меня покой дайте мне умереть нормально но это был человек который оставался царем до конца и отвечал царь Давид и сказал позовите ко мне Версавию то есть скорее всего в тот момент когда входит пророк она вышла чтобы не толпа была рядом с ним а один вестник сменял другого и вошла она и стала пред царем и клялся царь и сказал жив Господь избавлявший душу мою от всякой беды как я клялся тебе Господом Богом Израилем говоря что Соломон сын твой будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем вместо меня так я и сделаю это сегодня то есть Давид принимает решение не откладывать воцарение Соломона а поставить его царем пока еще сам жив такое допускалось в древние времена и в русской истории нечто подобное мы находим и наклонилась Версавия лицом до земли и поклонилась царю и сказала да живет господин мой царь Давид вовеки что значит наклонилась лицом до земли и поклонилась то есть она просто бросилась ниц лицом перед царем и растянулась в таком поклоне потому что через Давида божественная справедливость она себя проявляет если было обещание то оно будет исполнено то есть Давид по-прежнему царь да он пожилой человек но мудрость Божия она не покинула его а висага сонометянка это есть символ мудрости Божией в пожилые годы я рекомендую людям в возрасте согревать свои сердца и спиртным ну немножко можно на праздник а прежде всего использовать свободное время для того чтобы читать писание почаще читать толкование святых отцов пусть это будет утешение старости и такое окончание жизни это на самом деле расцвет жизни по сравнению с неопытностью юности и сказал царь Давид позовите ко мне священника садока и пророка нафана и ване сына и адаева и вошли они к царю и сказал им царь возьмите собою слуг господина вашего посадите соломона сына моего на мула моего и сведите его гиону ну немножко непонятно а почему тут не сказано там на коня моего на мула моего на самом деле в то время коней почти не было на святой земле кони были у филистимлян а коней на самом деле заведет только царь Соломон а евреи в основном в то время перемещались именно на мулах на осликах и да помажет его там садок священник и нафан пророк в царя над Израилем и затрубите трубою и возгласите да живет царь Соломон хай мэле шломо это наверное так будет по-еврейски да живет царь Соломон потом проводите его назад и он придет то есть Соломона назад после помазания и он придет и сядет на престоле моем он будет царствовать вместо меня ему завещал я быть вождем Израиля и Юды вот тогда еврейский народ был един разделение еврейского народа на Израиль и Юду произойдет только в одни царя Раваама который сын Соломона но это другая история и отвечал Ваней сын Иодаев царю и сказал аминь да скажет так Господь Бог Господина моего царя то есть истина и далее он говорит да скажет так Господь Бог Господина моего царя то есть Бог подтверждает эту истину вот этим действием так можно понять эту фразу как был Господь Бог с господином моим царем тогда будет он Соломоном и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида для отца на самом деле для нормального отца это не уничижение когда кто-то говорит что его дети пусть они достигнут большего чем это наоборот слава родителей возвышение их детей и пошли садок священник и Нафан пророк и Иванея сын Иадая и Хелефеи и Фелефеи и посадили Соломона на Мула царя Давида и повели его Геону и взял садок священник Рок с Елеем из Кинии и помазал Соломона вот кстати Христос когда въезжает в Иерусалим он тоже въезжает сидя не на коне потому что конь это это как танк такое боевое животное а вот осел или мул это символ благополучия спокойного такого существования и цари именно так восходили в те времена по власть и взял садок священник Рок с Елеем из Кинии и помазал Соломона и затрубил трубою весь народ восклицая да живет царь Соломон Хаймелых Шламо и весь народ провожал Соломона и играл народ на свирелях и весьма радовался так что земля расседалась от криков его сразу возникает вопрос а чему они радовались Адания очень активно навязывал всем мысль что он будет господином над Израилем он завел там колесницы всадников скороходов вот это показная такая напористость была у него и людям это могло быть неприятно а Соломон мирные качества души которого наверное уже были раскрыты многим людям это конечно радость для народа поэтому неудивительно тем более авторитетные пророки священники возводят его на царство и весь народ провожал Соломона играл народ на свирелях и весьма радовался так что земля расседалась от криков его что значит земля расседалась эхо разносилось такое что как будто бы не только люди кричали но и окрестные камни выпияли там как раз в районе Иерусалима очень много обнаженных таких камней валунов и услышал Адония и все приглашенные им как только перестали есть то есть они так ели что ничего не слышали наверное там хрящики всякие хрустили и так далее Иав услышав звук трубы сказал отчего этот шум волнующегося города он военачальник он первый отреагировал на звук трубы имеется ввиду Шафар еще он говорил как пришел Инофан сын священника Авиафара и сказал Адония выйди ты честный человек и несешь добрую весть то есть он говорил как пришел Инофан сын священника Авиафара Адония знал этого Инофана и Адония говорит войди ты честный человек и несешь добрую весть то есть он привык что Инофан всегда приносит хорошую новость и он думает что и в этот раз будет что-то хорошее и отвечал Инофан и сказал Адонии да господин наш тут без лукавства отвечает царь Давид поставил Соломона царем а для Адонии это плохая весть все его планы все его интриги ну все что он планировал рухнуло в одно мгновение и послал царь с ним садока священника рассказывает Инофан и Нафана пророка Иванея сына Иодая и Халифеев и Фалеев и они посадили его на мула царского и помазал его садок священник Инофан пророк в царя в Геоне и оттуда отправились с радостью и пришел в движение город вот отчего шум который вы слышите И Соломон уже сел на царском престоле и слуги царя приходили поздравить господина нашего царя царя Давида говоря Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени и да возвеличит престол его более твоего престола и поклонился царь на ложе свое и сказал царь так благословен Господь Бог Израилев который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моем и очи мои видят это вот все это рассказал Инофан тогда испугались и встали все приглашенные которые были у Адонии у этого господинечка и пошли каждый своей дорогой Адонии же боясь Соломона встал и пошел и ухватился за роги жертвенника побежал где ковчега завета где жертвенник ухватился за роги жертвенника потому что взять человека на казнь от жертвенника не так легко и донесли Соломону говоря вот Адонии боится царя Соломона опять же игра слов боится мирного человека мирного царя вот он держится за роги жертвенника говоря пусть поклянется мне теперь царь Соломон то есть мирный царь что он не умертвит раба своего мечом и сказал Соломон если он будет человеком честным то ни один волос его не упадет на землю если же найдется в нем лукавство то умрет и послал царь Соломон и привели его от жертвенника и он пришел поклонился царю Соломону и сказал ему Соломон иди в дом свой Казалось бы назревал мятеж реальный мятеж мы видим участников и с той и с другой стороны но окончание этого мятежа это урок для всех политических деятелей что когда внутри страны происходит что-то подобное и одна из сторон побеждает должно наступить примирение вот например в Испании была гражданская война в Испании была гражданская война и к власти пришли франкисты генерал Франко и первое что он сделал он объявил амнистию и он даже повелел поставить памятник всем жертвам этой гражданской войны как с той так и с другой стороны потому что Франко был верующий человек католик наверняка он читал писание и он знал что любой такой внутренний конфликт надо останавливать а у нас в России не было национального примирения после гражданской войны по сути дело в некотором смысле она продолжается до сих пор и это беда когда люди совершают какие-то действия без оглядки на библейское откровение и вот позиция Соломона он говорит ну я воцарился приходи ко мне я тебя не трону да у тебя были какие-то планы да как вот бывают предвыборные кампании там и что-то лишнее наговорят но если все-таки решили что правителем будет этот а не этот должно наступать примирение а наказать человека можно но по закону если он что-то нарушит да он будет наказан и закон предусматривал наказание в том числе и смертной казнью а если он невиновен за что его наказывать за то что он хотел быть царем то есть он сверх царя да он заслужил бы наказание а только за амбиции только за крикливое такое поведение за слова за слова не судят это неправильно потому что слово как воробей спорхнул и улетел иногда человек в запальчивости говорит только на суде божьем мы действительно дадим ответ за каждое слово как сказано от слов своих человек оправдается или осудится потому что слово это движение души ну душу судить в этом мире невозможно поэтому здесь надо оценивать человека по его конкретным деяниям если мы будем живы господь позволит в следующий раз мы соберемся и продолжим изучение третьей книги царства т.к. Продолжение следует...